Кроме добычи и первичной переработки, можно было даже подумать о строительстве металлургического комбината для получения металла. Сейчас это отправляется в Новосибирск, что с точки зрения логистики, ну и науки там остаются. А здесь это можно было бы сделать в крае. Это тоже такая достаточно, ну что-то подобное, как вот в Амурске. То есть Амурске это хороший, действительно отличный проект инвестиционный. Подобный можно было бы сделать для переработки цветных металлов в том числе. Меня больше интересует, почему все залежи здесь, а почему в центре России ничего нет? С чем связано? Я думаю, в центре России все-таки кое-что есть. Или все уже забрали? Есть стратегия развития Хабаровского края, но там, значит, горнометаллургическому комплексу очень мало внимания. Ну, точнее, небольшой раздел, потому что там невозможно развернуть это широко. Вот, а стратегия, значит, такая серьезная стратегия для развития именно, значит, горнодобывающего комплекса, чтобы это не только, значит, заключалось именно в освоении месторождения, а чтобы это в конечном итоге приводило к развитию, значит, тех территорий, где это расположено. И края в целом, пока она, как бы, есть только в таком фрагментарном, значит, в виде. А здесь очень важно, значит, вот как-то этот вопрос, в этот процесс все-таки скоординировать с тем, чтобы, во-первых, ну, эти недропользователи как-то, значит, между собой взаимодействовали в части хотя бы, например, создания инфраструктуры. Инфраструктура, имеется в виду, там, дорожная сеть, она должна быть тоже с учетом, не только, значит, вот освоения этих месторождений, но и с учетом тех поселений, которые есть там. Наследие. Да. Значит, должна быть, значит, энергетическая составляющая. То есть многие районы, они сейчас там, ну, на дистопливе там живут, это, конечно, экономика там никакая там не выдерживает. И вот эти вопросы там, ну, и ряд других там, кроме того, что вот эта горная-то отрасль, она сейчас на подъеме определенно не только вот даже вот, где кризисные явления есть, а она развивается, значит, и с какой-то там, значит, с положительной динамикой, она за собой может потянуть и другие, значит, какие-то отрасли, транспортную составляющую, строительную составляющую. Энергетику. Да, энергетику, всякий сервис и так далее. Это в итоге рабочие места, это налоги, это как раз то самое, что требуется территория. Потому что, ну, есть у нас там авиационный завод, есть удостроительный завод, вот, но есть и метры, они сейчас там дают порядка 8-ми там процентов. На наш взгляд это недостаточно. То есть потенциал выше здесь.